Выживание при раке груди, жир и курица Они обнаружили две вещи И первое – это потребление насыщенных жиров Те женщины, которые ели больше всего насыщенных жиров после постановки диагноза, увеличили количество умирающих за эти 7 лет на 41% Итак, где в нашем рационе содержатся насыщенные жиры, чтобы их можно было избежать? Первое, о чем люди думают, когда думают о насыщенных жирах – это говядина, как большой жирный сочный стейк Но нет, говядина даже не входит в пятерку лучших Это из Национального института рака Номер один – сыр Номер два – пицца, что по сути является другим способом заказать сыр Номер три – это десерты на основе злаков, что в первую очередь означает пирожные, печенье и пончики Поэтому розовые пончики – возможно, не лучший способ отметить месяц осведомленности о раке груди Затем номер четыре – мороженое И номер пять – курица Вы думали, что розовые пончики – это плохо? Я не выдумываю И, конечно же, жарка на гриле и жарко мясо делает их особенно канцерогенными Из-за образования гетероциклических аминов Поэтому KFC лучше пожертвовать на исследование рака груди Вы слышали, как я говорил об этом раньше Курица не является обезжиренной пищей, даже без кожи и приготовленной на пару И, по сути, она входит в пятерку основных источников насыщенных жиров в американском рационе Затем идут свинина, гамбургеры, мекси, в котором используется много сала, говядина и молоко С пониженным содержанием жира Содержание жира в котором составляет всего 2% по весу Но по калориям? А это то, что важно для организма Обезжиренное молоко составляет 30% жира Это как если бы вы взяли кусок масла, окунули его в чашку с водой и сказали, что оно теперь всего 50% жира Нет, это 100% жирность Вода не в счет Но в любом случае, это 10 основных продуктов, от которых следует отказаться, чтобы снизить потребление насыщенных жиров Что может не только помочь предотвратить рак груди в первую очередь, но и улучшить выживаемость у тех, у кого он есть Субтитры создавал DimaTorzok